Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. И сегодня у нас специальный выпуск для тех, кто не подписан на мои аккаунты в социальных сетях Facebook и Вконтакте, либо подписан и не сильно активно за ними следит. В этом выпуске я бы хотел поделиться некоторыми своими наблюдениями по совершенно разным вопросам, явлениям, каким-то местам, которые мне удалось найти и которые я вынес на всеобщее обсуждение в социальных сетях. Это как короткие факты, которые я решил собрать и поделиться с теми из вас, кто в общем-то либо не видел их, в общем не видел в принципе по тем или иным причинам, либо может быть часть видел. Ну а те, кто видел, вам будет интересно поучаствовать хотя бы в обсуждении этих фактов. Первый факт, он значительно свежий. Недавно в Анапе я наткнулся на исторический памятник. Это остатки ворот турецкой крепости, бывшей турецкой крепости Анапы. Единственное, что в общем-то осталось от этой крепости. Ворота эти были сохранены как такой монумент победы русского оружия. И вот на них висит табличка, на которой в общем-то восстановлен текст исходный, который вот тогда еще в царской России там висел. И текст этот гласит следующее, что вот эти ворота, остатки естественно турецкой крепости, но названы они русскими воротами в честь победы русских войск в 1829 году над турками во время осады Анапы и в честь освобождение Анапы от турецкого ига. То есть вдумайтесь в это абсурдное утверждение. От турецкого ига. Турецкая крепость Анапы с турецким гарнизоном от турецкого ига они освободили. То есть получается примерно такая история, как если бы в Калининграде на каком-нибудь замке была бы надпись, что вот это замок мы назвали русским, потому что мы его в свое время вместе с Калининградом освободили от немецкого ига, то есть столицу Пруссии, германского государства, бывшего Кёнигсбергия. И в Бахчисарай, допустим, на дворце хана было бы написано, что русский дворец и назван таким в честь того, что его освободили от крымско-татарского ига. Ну, то есть совершенно абсурдная вещь. Но, тем не менее, она висит на этих воротах. Что касается самих ворот, там внутри есть памятник, братская могила, там похоронены солдаты, которые участвовали в осаде Анапы и погибли. Там, получается, наверху выбита дата, вероятная реконструкция, потому что, насколько я знаю, Анапа очень серьезно пострадала во время осады этой крепости, она была очень сильно разрушена, ее не восстанавливали. И получается, что дата там 1853 год. Ну, 54-й. Нет, 53-й. 53-й год. Получается, эта реконструкция произошла за год до начала активных боевых действий в Крымской войне, когда она русские войска оставили, и ее вновь захватили турецкие войска вместе с черкесами, в частности, Сефербей, у него там база была. И он долго пытался там турецкий флот держать. И вот эти реконструированные ворота как бы стояли вместе с этой братской могилой на территории опять вражеской, в общем-то, русской, да? Ну, каким-то образом, видимо, их потом опять реконструировали. Причем на воротах видны вот эти дырки под пультом, все это все сделали. А местонахождение их очень простое, на набережной, если не ошибаюсь, это улица крепостная Астраханская. Если через эти ворота смотреть, вот справа море, смотреть прямо через ворота, там через на другой стороне улицы будет как раз музей и древнегреческий город Гаргипи. Ну, такой факт, можно обсудить его. Второй интересный факт, тоже свежий относительно. В общем, с давних пор мне попадалось где-то вот постоянно в материалах о том, что на территории Екатеринодара, на территории крепости Екатеринодарской, где откуда сам город начался, якобы была земля, которая принадлежала черкесскому князю. И что один из основателей города Екатеринодара, Чепега, он вроде бы как выкупал эту территорию под огород для казаков, территорию, точнее, рядом с крепостью, на которой сегодня находится парк Городской сад. Он же известный был в советское время как парк Горького. Так вот, как бы я недавно наткнулся на информацию и решил поискать, как бы в подтверждение вот этих слов, откуда, из какого источника вот эта вот информация идет про выкуп. Но оказалось все несколько иначе и даже более интересно. Знаешь, я нашел два вывода. Первое, в целом, по линии. Хоть и на гайцев-суворов с территории Кубани, потому что в Степной Кубани он их выбил в свое время, в конце 1770-х годов, да? Но какие-то части их продолжали кочевать. И вот когда устраивали уже какую-то эту линию через 15-лишним лет, когда этих казаков сапорожских сюда переводили на Кубань, то при устройстве линий некоторые из нагайских племен, они как бы просили остаться на этих территориях, кочевать, будучи лояльными, а им как бы сказали, что нет, извините, выселяйтесь в те подконтрольные государства, о кочующей части нагайцев, которые там были в районе Дагестана или там в районе Ейска. И второй момент, что действительно, и почему на это ссылаются часто некоторые, просто авторы, которые пишут художественную литературу про первые годы Екатеринодара, значит, был такой указ от 15 июня 1793 года, где Черноморское восковое правительство доносило губернатору Таврическому Жигулину, а тогда Таврический губернатор и Крымом, и вот этой кубанскими вновь присоединенными землями он управлял. Они ему пишут, значит, что в учрежденной по реке Кубани кордонная стража во всем благополучно, от закубанской стороны противности не замечено, то есть от черкесов. А так, и что вот нежданно-негаданно, сысканы казаками на войской земле в лесах Карасунского кута, а Карасунский кут это как раз-таки вот самый центр исторический Екатеринодара, где была эта крепость, самое начало улицы Красной, из Карасунского кута вот так вот, это красная, ну кута роща, да, из этой рощи была пропахана вот так вот в поля борозда такая, по ней улица Красная образовалась, и вокруг нее, как стержень, строились уже остальные здания. Так вот, в лесах Карасунского кута за кубанского мурзы Гаджина углу Батыргирея, деревушка, состоявшая из 20 хат, где живут черкесы. Там потом расшифровывают, что все-таки это бжедукский князь Батыргирей. Видимо, тот самый Батыргирей, который погиб через пару лет после этих событий в Безюгской битве. И вот он там с женами и детьми хозяйством живет, далее сообщается, что им даже хлеба насеяно множество, и миролюбивый и уважительный мужза сам пожаловал на главный реховатый, в дальнейшем Екатеринодарский кордон, находившийся рядом с Карасунским кутом за рекой Карасун. Это начало Ставропольской улицы Карасунарии, завод Сенина. На этот кут впервые казаки пришли до строительства крепости. И он там существовал, этот пост, и этот пост существовал еще за 20 лет до того, хоть и был снесен позже. Суворов его там основал, когда строил линию, когда Нагайцев подчинял. И вот этот Батыргирей просил полковника Кузьму Белого, позвольте моему подопечным, покуда во сего года хлеба посеянный соберут, остаться на месте и передал за печатью письмо на треском диалекте. И далее рассказывается, что у казаков не было толмача, кто мог бы перевести все это дело. Они недопоняли это письмо сначала, а позже уже специально обученным людям передали, и они сообщили, что там было указано, что они готовы уйти под управление российских начальников и обещали против своих же, кто в качестве неприятеля будет выступать, против своих же стоять и по известности мест внутри Черкесии сборище их находить и истреблять. То есть как бы перейти в подданство России и помогать ей в борьбе с агрессивными элементами со стороны Черкесии. Так вот, это как бы подтверждает тот факт, почему споры идут, когда основали Краснодар в 93-м и 94-м году, что вроде казаки в 93-м пришли, а дальше непонятно уже как бы в 94-м начинают писать какие-то записи. И это подтверждает то, что как минимум они, придя летом туда, уже ставшись летом в этом посту ореховатом, крепость еще не строили, а в общем ждали, получается, пока уйдут оттуда эти черкесы по соглашению, чтобы на эти земли переселиться. Ждали, пока они соберут урожай осенью, то есть не позже осени 93-го года. Ну, в общем, так вот разобрались. Вообще, в целом, был очень интересный такой факт, мне попадался, что как бы черкесских поселений постоянных не было на северной стороне Кубани, как и на территории Краснодара современного. Но временные были. Если и раньше брать, то есть упоминание о неком ауле недалеко от леса Круглик. Но опять же, в Краснодаре при его основании Кругликом называли и лесную территорию, которая центр города сегодня, современный исторический. А чуть позже Кругликом называли, вот, это школьная, восточно-кругликовская улица, где стадион Галицкого, в общем-то. А вот это царское село называется, такой частный сектор сейчас. Вот там находится на месте этого леса, который немцы в сороковых вырубили, потому что там партизанили некоторые в этом лесу. То есть, какой имелось в виду Круглик, непонятно. Но известно, что они оттуда ушли, черкесы, потому что их постоянно беспокоили нагайцы, нападали на них. И они перешли через переправу, что там какие-то портянки уплыли, женские, во время переправы. И как-то они называть стали с этим, переправа, где портянки уплыли, в общем-то. Они стали называть это место, может, это даже Пашковская переправа была. И позже вроде как переместились в леса, в район Аулачиби. Это между Горячим Ключом и Станицей Калужской. Следующий факт. По поводу дорог. По поводу дорог основные трассы в Курсанском крае, они повторяют, основные трассы от Кубани к морю, они повторяют направление движения войск к Черному морю в последние годы Кавказской войны. Да, понятно, что есть факт того, что войска, конечно же, шли по основным дорогам, которые были проложены черкесами к морю. Хотя описывается, что у черкесов были такие тропки, что там только всадник мог пройти, узенький, по одному можно было ходить. И особенно в горной части, там можно было, как описывают современники, кто бывал из русских, что можно было голову себе сломать где-нибудь на этой тропе. То есть это были очень узкие, очень труднопроходимые тропы, хотя были и колесные разработаны для арбы. Так вот, скорее всего, под таким колесным и шли войска. Но не каждая из этих дорог стала именно полноценной федеральной трассой будущего к морю. Так вот, можно упомянуть следующее. Первое. Это дорога, по которой шел Даховский отряд генерала Геймана. Значит, это маршрут от верховья реки Пшиш в долину реки Туапсе и с устройством укреплений по пути. Нынче эта дорога из Хадыжинска в Туапсе через Шаумянские и Гойцкие перевалы. И получается, это одна из самых первых. Дорог была построена, сейчас она не пользуется особо большой популярностью, она как второстепенно считается, из-за того, что кусочек гравийки на вершине перевала, он остается гравийным, потому что сложно асфальт там сделать, там оползневые движения большие, а туннель дорогу строить. Дальше отряд генерала-майора Графа Самарокова. С частью Джубгинского отряда он прошел маршрутом старой еще советской, имперской советской дороги Краснодар-Джубга. Она раньше шла не через Горячий ключ в Джубгу, а через, получается, Афиевскую, Севастопольское, поселки вот эти Тхамаха, Шабаново и на Дифановский перевал выходила. То есть сейчас на это, да, была очень, не очень хорошая, люди предпочитали аж через Новороссийский ездить. Она и сейчас остается по большей части гравийной дорогой. И вот в этой части, последней своей, насколько я понимаю, труднопроходима вообще для легкового транспорта уже. Практически до последних лет СССР, 70-80-е годы, вот она была в такой форме, пока Горячую ключевскую не построили. Пшехский отряд 3-й генерала-майора Граба прошел от истоков реки Псикупса в долину Туапсе. То есть примерно по пути современной железной дороги, ведущей с Горячего ключа в Туапсе. И дорога Краснодар-Новороссийск, которая, ну, естественно, уже существовала. В принципе, она повторяла даже какой-то мере часть Генуэзского пути, старинного купеческого. И тогда она существовала, как укрепленный тракт в бухту Новороссийской и Канапе из Краснодара и Екатеринодара. Приморская часть именовалась на Адагумской линии. На ней действовал наказной Адаман Бабич против натухайцев в реке Адагума и Баканской долины. Там еще была дорога раньше Вилиаминовская, Вилиаминов первую ее строил. Она шла от Абинска вот через Шапсукскую, вверх на хребет Маркохт. И сначала они пытались ее по вершине спускаясь вниз с востока в Гляжик провести, но посчитали это неудобно, и провели ее в Кабарзинку. Ну и, собственно, Кабардинка основали и все там Абинск, и Шапсукская, как укрепление. А, собственно, что говорить о трассе Горячий ключ Джумга, которую уже в советское время построили, она тоже там в какой-то мере тропу повторяла старинную, но она была менее удобной изначально. Там она была строительства, употреблять более серьезные технологии, и здесь она повторяла так называемую Константинопольскую тропу, ведущую вот из долин Прикубания, ну, в той же Пшаде, например, работорговые рынки, невольничьи рынки работорговли проходили по этой тропе. А все остальные пути, они превратились сегодня в туристические пути или просто лесовозные маршруты, например, дорога вот эта Вильяминова, о которой я упомянул, или дорога, допустим, Сибай и Красная Поляна. Этот маршрут, как, в общем-то, и маршрут, где сейчас пытаются строить из Лаганак, вот, на Дагамыс. Это все старые тропы, очень активно использовавшиеся во все времена, в общем-то, с древних времен, и самых. и сейчас они в основном используются только туристами. Следующая фишка, это тоже связанная с Краснодаром. Дело в том, что не так давно мне попадалось на глаза, в общем, мне с кем или информацию, о том, что якобы некий путешественник, который путешествовал по Крыму и Тамане в 1995-1996 годах, это он был француз, сейчас не вспомню точно, но я ссылку дам. Он у себя в книге зарисовывал в основном всякие курганы, там, вот этих каменных баб, там, ну, различные древности, которые находил. И, значит, ему кто-то прислал рисунок, что в Краснодаре когда-то, еще до основания города, когда Суворов стоял вот этом на посту и построил там пост небольшой, в начале Ставропольской современной, реховатый, он же, этот пост был построен на руинах Меотского городища, они камни даже брали из него. Якобы, там был найден камень с письменами некоторыми. Этот камень ему зарисовали, передали, он говорит, вот, дескать, передал ему человек, который сам передал этот потом камень Потемкину, а Потемкин, где-то, вроде как, собирал коллекцию первого музея в России, но потом внезапно подарил этот камень некой, некой польской княжнея, и которая поставила его в саду где-то в Польше. Я, в общем-то, находил этот дворец этой княжны, где этот сад был, но как-то там упоминания на каких-то камнях нет, и запрос, по крайней мере, они мне не ответили. Что касается камня, письмена его достаточно странные, некоторые высказывали мнение, что это фейк полный, некоторые высказывали мнение, что это, возможно, один из трех камней, который ставил Боспорский царь, я сейчас точно тоже не вспомню его имя, но он был известен тем, что как бы в греческом мире он был как тиран, но как бы вроде свободные греки именно Греции, той Греции оригинальной, они не уважали его за это, но однажды был в Греции голод, и он помог им зерном когда-то, и естественно, греки ему там понаставили памятников, в общем, был один в Афинах памятник, там было на греческом, на именно том греческом, в Греции, который был, в Боспоре второй в Пантикопее стоял, на боспорском диалекте текст был, а третий якобы стоял на дороге в Диаскурию, то есть в Абхазию где-то и был на каком-то местном диалекте, ну, это как бы все версии. Я как-то передал Лавпаче, но еще пока не интересовался на счет этого, знаки на камне, по камере на рисунке, они напоминают, напоминают что-то, ну, сами посмотрите, вообще мне напоминают какие-то отдельные элементы сухунской плиты, да, какие-то, вот тамги, может даже скифского происхождения, какие-то тамги адыгские, какие-то просто знаки непонятные, то есть сложно. Описываю, что якобы, ну, не было у них специалиста по местным культурам и по древнегреческим языкам, ну, по крайней мере, по остальным языкам прошлись, ничего такого схожего не было найдено. Вот такая загадка остается по седению. Субтитры сделал DimaTorzok